Как звезда реальных пацанов похудела в шоу Елены Летучей. Советы, которые сработали. Валентина Мазунина, звезда реальных пацанов, похудела на 24 килограмма. В этом ей помогло участие в шоу с тройняшки Елены Летучей. Соперницей Валентины была Юлия Старикова, участница комедийного дуэта Бонни и Кузьмич. Девушки худели на спор и боролись за денежный приз. Валентина поняла, что ей нравится ощущать себя стройной, но поначалу похудение давалось очень тяжело. Проблемы лишнего веса. Вес актрисы до участия в шоу составлял 84 килограмма при росте 158 сантиметров. Сначала Валентину это не беспокоило, но потом девушка увидела себя в очередной раз на экране и поняла, что нужно брать себя в руки. Лишний вес начал постепенно сказываться на здоровье и активности. Хоть полнота и сделала Валентину известной актрисой, девушка твердо решила сбросить вес. Она признала у себя пищевую зависимость и привычку заедать свои переживания с детства. В школе на ней часто смеялись верстники и не складывались отношения с мальчиками. На шоу Лены Летучей пришлось на месяц отказаться от привычного образа жизни, придерживаться жестких советов тренеров и диетологов. Соблюдать все рекомендации оказалось совсем непросто. И Валентина хотела даже уйти с шоу, но потом твердо решила остаться. А сделанным она не пожалела. После похудения девушка стала более женственной и кардинально изменила стиль. На достигнутых результатах Валентина не остановилась и продолжила похудение после проекта. Методы похудения Валентины Мазуниной. Актриса придерживается принципа жить без диет и жестких ограничений. Человек так устроен, что ему особенно хочется то, что нельзя. Поэтому не надо загонять себя в жесткие рамки. Очень быстро может произойти срыв и новый набор веса. Секрет Валентины Мазуниной состоит в ограничении некоторых продуктов и маленьких размеров порций. Вот ее принципы. Ограничить употребление сладостей и выпечки до двух раз в неделю. В принципе, 20% рациона можно оставить для любимых, но не полезных для фигуры продуктов. Немного позволять себе любимые продукты, значит долго придерживаться новой схемы питания без срывов. Пить жиросжигающий чай с имбиром. Это правило скорее поможет поддерживать водный баланс в организме, чем сжигать жир. Жиросжигающих продуктов не существует. Все принципы должны работать в комплексе. Построение рациона и физическая активность. Добавить физическую активность. Валентина Мазунина занималась бегом, танцами и фитнесом. Не имеет значения, какой вид спорта выбрать для занятий. Нужно ориентироваться исключительно на свои предпочтения. Кушать небольшими порциями каждые 2-4 часа. Последние научные исследования в области питания говорят, что в этом вопросе тоже нужно ориентироваться на свои привычки. Если удобно и позволяет время, можно кушать часто и понемногу. Если человек привык есть только 3 раза в день, нужно спланировать питание соответствующим образом. Основа рациона составляют натуральные продукты. Мясо, нежирная рыба, овощи, фрукты, зелень, орехи, сухофрукты, кисломолочные продукты. Нужно стараться избегать готовых продуктов в магазине и готовить все дома самостоятельно. Так можно сократить наличие в рационе синтетических пищевых добавок, что положительно скажется на здоровье в дальнейшем. Ничего особенного и уникального в этих принципах нет. Их может придерживаться любой человек, желающий похудеть и наладить свое самочувствие. Результат не заставит себя ждать, если все повторять методично и дисциплинированно от дня в день. Это подтверждает успех похудения Валентины Мазуниной. Рацион питания. Валентина сама себе составила рацион питания. Она не обращалась для этого к диетологам, потому что вся информация доступна в интернете. Любой желающий может спланировать свое питание под любые цели. С утра Валентина Мазунина пьет воду или чай с имбирем. После этого она завтракает овсянкой на воде с ягодами и фруктами. На обед диетический суп и паровые котлеты с овощами. На ужин запеченная или паровая рыба и овощи. На перекус подойдут орехи, фрукты, кефир. Все продукты для такого рациона доступны любому покупателю в супермаркете. В питании присутствует все необходимое организму. Есть белок из мяса или рыбы. Овсянка и фрукты содержат углеводы. В овощах много полезной клетчатки. А в орехах жиры для поддержания здоровья кожи и волос. Выстраивать рацион стоит, исходя из индивидуальных пищевых предпочтений. Не нужно каждый день есть овсянку, если она не нравится. Можно заменить ее на любую другую крупу. Основной принцип – придерживаться небольшого дефицита калорий для похудения. Опыт похудения Валентины Мазуниной в очередной раз показал, что не бывает никаких волшебных таблеток для похудения, только терпение и ежедневная работа над собой. Тогда каждый новый день будет приближать к желаемому результату.